Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. Сегодня в выпуске. Осторожно, гепатит А в северодвинский диагноз поставили 20 пациентам. Такое бывает раз в десятилетие. Город подходит к очередной волне заболеваемости. Людей просят соблюдать бдительность. Даже браслеты на руках в цвет флага. Сегодня День независимости Индии. Экипаж Синдукесари отпраздновал его в Ягринском дворе. В Северодвинске расследовано одно из самых мерзких уголовных дел за последнее время. Перед судом предстанет северодвинский педофил. Установлено от его действий пострадало 5 девочек. Более 20 фотосъемок о нашем крае. Впервые в городском музее разместились работы трех членов Союза фотохудожников России. В Северодвинский диагноз вирусный гепатит А поставили 20 пациентам. Из них двое дети. И это при том, что последние 10 лет такие диагнозы массово в городе не ставили. Людей просят соблюдать бдительность. А в администрации Северодвинска сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии. Сейчас город подходит к очередной волне заболеваемости гепатитом А. Она носит цикличный характер. Такие диагнозы в массовом порядке наши врачи ставят раз в 10-12 лет, начиная с 1965 года. Пройдя ретроспективный анализ за 50 лет в городе Северодвинске наблюдается четвертая волна подъема вирусного гепатита А. Первая волна фиксировалась максимально в 1965 году. Вторая волна фиксировалась с 1982 по 1983 год. В дальнейшем в 1994 году и в 2004 году была. Согласно наблюдениям, в эти годы в среднем гепатитом болели 240 человек на 100 тысяч населения. Сейчас специалисты вновь ожидают наступления вируса. Горожан просят соблюдать правила личной гигиены. Существуют три пути заражения гепатитом А через питьевую воду, пищу и контактно-бытовой. Вирусный гепатит А относится к группе кишечных инфекций, поэтому профилактика этого заболевания такая же, как и при всех остальных кишечных инфекциях. Это прежде всего кипяченая вода, хорошо обработанные фрукты, овощи и индивидуальные средства ухода. Установлена питьевая вода в Северодвинске соответствует нормативам, однако в водоемах зафиксировано превышение по возбудителям кишечных инфекций. Настораживать должна высокая температура и изменение цвета кожи. Врачи в случае ухудшения самочувствия просят не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом. Накануне в Северодвинске родился гражданин Индии. Символично, что радостное событие произошло перед Днем независимости республики. 15 августа 1947 года в Дели подняли трехцветный государственный флаг. Церемония поднятия флага сегодня проводится во многих городах и деревнях Индии. Исключением не стал и Северодвинск. Индийский флаг сегодня подняли во дворе на Октябрьской. Здесь живут офицеры из Индии и их семьи. Сегодня у экипажа Синдукесари особенный день. Празднует День независимости своей страны. Дивья Дайя с годовалой дочерью приехала на неделю в гости к родственникам. Остановилась в Архангельске, в Северодвинск приехала специально на праздник. Мой день начался с того, что я нарядила себя и детей в традиционную индийскую одежду. Стараемся выбирать цвета флага Индии. Мы с семьей решили сегодня быть командой в желто-белом и золотом. Поэтому я, мои дети и моя мать сегодня одеты в белое. Это яркие цвета праздника и браслеты, которые мы надеваем, символизируют цвета индийского флага. Нам, например, дворник сказала, что здесь будет праздник, и мы решили сходить посмотреть. Мне нравятся индийские фильмы, нравятся их наряды, и сами по себе они все миролюбивые, как говорится. Потому что здесь мои одноклассники. Что за одноклассники? Индусы. Они как, пригласили или чего? Мы увидели по объявлению. На магазинах. На магазинах и чего было написано? Приходите 15 августа в 10.30. Для детей устроили конкурс рисунков сотрудничеству «Звездочки» с жаркой страной в этом году 20 лет. В 1997 году в Северодвинск прибыл посол Индии в России. Тогда руководство завода убедило, что ремонтировать их лодки должна именно «Звездочка». Синдукесари шестая по счету. Она прибыла в Северодвинск 15 июня 2016 года. Контракт планирует подписать в ближайшее время. Его цену, как и название лодки, не озвучивают. Что касается Синдукесари, сейчас ее техническая готовность около 40%. Напомним, «Звездочка» выполняет средний ремонт, предусматривающий в том числе установку модернизированного оборудования. В Северодвинске в эти дни находится представитель главного штаба ВМС Индии. Он ознакомился с ходом ремонта и условиями пребывания индийцев. «Звездочки Севмаш» именно они сыграли огромную роль в жизни ВМС Индии. Поэтому сегодня, в День независимости Индии, я обязан выразить огромную благодарность жителям города Северодвинска. Не только за то, что они составили часть этого праздника, но и за то, что они стали огромной, значимой частью нашей жизни в Индии. В Северодвинск 53 члены экипажа прибыли с семьями на 2,5 года. Накануне гостей стало на одного больше. Гражданин Индии родился в Северодвинском роддоме. Это первый ребенок у этой команды, который родился в России. Мальчик? Мальчик. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. В Оняжском поморе вводится запрет на ловлю семги сетями. До 10 октября он установлен по побережью Онежского и Двинского заливов Белого моря в границах Архангельской области. К запретным орудиям вылова относятся все виды рыболовных сетей, невод, тралы и ловушки всех систем и конструкций. В указанный временной период рыба образует скопления, совершает нерастевые миграции. Поэтому применение сетей приводит к уничтожению рыб-производителей, снижению численности и видового состава. Ограничение рыболовства направлено на создание благоприятных условий для прохода по миграционным путям к местам нереста, таких рыб, как семга, кумжа, сик и к местам зимовки, речной камбалы и других. Добыча беломорской сельди, курюшки и наваги под запрет не попадает. В Национальном парке Онежское поморье в это время будут проводиться усиленные рейды государственных инспекторов. Минтранс обнародовал новые правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. Теперь на борт разрешается брать не более 5 килограммов, плюс мужской портфель, дамская сумочка и портплед. Одежду взвешивать не будут. Среди набора вещей, за которые не придется доплачивать, инвалидная коляска, детская люлька, детское питание. Из списка бесплатного провоза убрали фотоаппараты, букеты цветов. В федеральных авиационных правилах установлено, что авиакомпании должны объединять нормы бесплатного провоза багажа для пассажиров, летящих вместе. Однако норма поднятия тяжести для грузчика составляет 30 килограммов. Поэтому за один чемодан на двоих весом 31 килограмм уже придется доплачивать. Помочь семьям со скромным достатком собрать в школу ребенка взялись несколько организаций. Сейчас помощи ждут от всех неравнодушных северодвинцев, как от предпринимателей, так и от простых горожан, готовых пожертвовать новые или бывшие в употреблении вещи хорошего состояния. Помощь окажут в Управлении социального развития, опеки и попечительства администрации Северодвинска в Красном Кресте и в Северодвинском отделении благотворительной организации «Дари радость детям». В Управлении соцразвития, опеки и попечительства на Ломоносово-41А собирают как сертификаты на констовары, школьную форму, так и новые ранцы. В Управлении социального развития, медико-социальном отделе формируется список малоимущих семей, по которому в дальнейшем уже мы и работаем, осуществляя данную благотворительную акцию по помощи родителям собрать детей к первому сентября. Организация «Дари радость детям» тоже проводит акцию «Ранец». Она делает это уже шестой год подряд. В молодежном центре на Первомайской 13, а до 25 августа готовы принять канцелярские товары, новую обувь и школьную форму. Затем волонтеры сформируют комплекты и передадут их нуждающимся. На сегодняшний день есть только четыре ранца, сформировано два десятка комплектов школьных товаров, также есть несколько комплектов школьной формы, однако этого недостаточно. Товары можно приобрести и положить их в специальные короба, которые установлены в книжных магазинах по адресам, которые вы видите на экране. Собирать канцтовары будут и волонтеры в торговых комплексах в пятницу с 15 до 18, в субботу и воскресенье с 12 до 15 часов. Деньги можно перевести на карту Сбербанка или отправить смс-сообщение на номер 900. Сбор денежных средств ведет благотворительная организация «Дари радость детям». В Северодвинске сегодня перекроют движение на перекрестке Ломоносова и Труда. С 11 часов вечера 15 августа и до 5 утра 16 здесь будет не проехать, идет ремонт дороги. Видимо, погода позволяет. О прогнозах на среду узнаем и рады. Дефицит тепла август продолжает эффективно восполнять. Здравствуйте. О прогнозах на среду смотрите в Небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. В Северодвинске расследовано одно из самых мерзких уголовных дел за последнее время. Перед судом предстанет северодвинский педофил. Установлено от его действий. Пострадало 5 девочек. Более 20 фотосъемок о нашем крае. Впервые в городском музее разместились работы трех членов Союза фотохудожников России. О метеопрогнозах на среду вам расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствую я и рады. Наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Шесть лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, гирурготерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная 34. 16 августа по данным сайта Архангельского гидромедцентра в северодвинске температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов днем до 18 тепла. Переменная облачность и без осадков. Ветер западный слабый 2 метра в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 767 миллиметров ртутного столба. 16 августа по народному календарю Антон Вихровей. Согласно приметам, завтрашний день покажет погоду на октябрь, а теплый ветер скажет о снежной зиме без сильных морозов. Иногда этот день называют Антоном Орешником, ведь в это время созревают листные орехи. Уборкой в этот день заниматься нельзя. Считалось, так можно свое счастье и богатство вымести. А лучше посетите медицинский центр «Семейный доктор» в августе скидки на обследование щитовидной железы и инфекции, передаваемые половым путем. Медицинский центр «Семейный доктор» на железнодорожной 34. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Мебель для вашего дома в доме «Быто-Северное сияние» на Ломносово, 75. В салоне «Диваны и кресла» вы найдете большой выбор диванов от демократичных до неподражаемых. Модели от мебели фабрики «Андерсон». Салон корпусной мебели «Ляром». Модульный принцип коллекции мебели для спален, гостиных, прихожих и детских комнат. Фирменный салон «Оскона» – это легендарные ортопедические матрасы, кровати и диваны. Роскошная мебель по доступной цене в салоне «Интердизайн». Диваны, кровати, матрасы, подушки, корпусная мебель в одном месте. Ждем вас в доме «Быто-Северное сияние» по адресу Ломоносово, 75, 2 этаж. Оформи подписку на «Северный рабочий» прямо на сайте издания и газета будет приходить в твой почтовый ящик. Просто нажми закладку «Подписка на сайте» на сайте газеты «Enwalker.ru» и выпиши газету в пару кликов. «Северный рабочий» – мы там, где вам удобно. «Севергазбанк» – кредит для бизнеса на приобретение основных средств от 9,9% годовых. Только в августе сочное предложение от «Аквилон Инвест». При покупке квартиры вы получаете дополнительную скидку от 1 до 3% по акции «Сколько комнат, столько скидка». Подробности по телефону 46 50 54, код города 8182, морской 15, 3 этаж. Спешите, количество квартир ограничено. Магазин «Проф.Инструмент» приглашает на презентацию инструмента от завода-изготовителя «Милоки». 16 августа, Архангельск, Ломоносово, 15, рядом с торговым центром «Двинские зори». 8-911-672-1770. Вы смотрите «Весник Северодвинской» и мы продолжаем. Перед Северодвинским судом предстанет 35-летний педофил. По словам Следственного комитета, это одно из самых мерзких уголовных дел, над которым пришлось работать за последнее время. А педофила смогли установить и задержать благодаря кропотливой работе уголовного розыска. Подробнее об этом в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Магазин Рыбак». Чем приманить рыбку на крючок? На помощь рыбацкой смекалке приходят всевозможные прикормки. Активаторы клёва и наживки в магазине «Рыбак». Для ловли в озёрах, реках и на море. Всегда в продаже живая наживка. А парыши – простой, красный, крупный. Простой в эконом-упаковке. Живой мотыль в жидкости. Прикормка супер-универсальная с живым опарышем. Черви – дендробена и навозные. Большой выбор сухой прикормки. Для ловли карпа, карася, леща и платвы. Магазин «Рыбак» на Южной 34 в Северодвинске и на Садовой 8 и окружном шоссе 13 в Архангельске. Установленное действие северодвинского педофила пострадало пять девочек от 12 до 15 лет. Развратные и другие действия сексуального характера в отношении школьниц мерзавец совершал на протяжении двух лет. Всё это он снимал и затем показывал посторонним. В ходе следствия проводила судебно-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, которая установила признаки педофилии у обвиняемого. Часть девочек были из неполных семей, были зависимы от употребления одурманивающих веществ. И, пользуясь этими обстоятельствами, он и совершал свои преступления. Северодвинскому педофилу грозит до 12 лет лишения свободы. Стоит отметить, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Полицейские обратили внимание на цветы. В регионе стартовала оперативно-профилактическая операция МАК-2017. Цель – предупредить и прекратить выращивание наркосодержащих растений. Полицейские усилят работу по выявлению незаконных посевов МАКа, конопли и подобных растений. Незаконное культивирование будет уничтожено, а агрономам может грозить до 8 лет лишения свободы. Сообщить о посевах можно по телефону доверия, который указан на экране. Ревность довела до убийства. Накануне полицейские обнаружили тело 31-летнего мужчины на Кириллке на 8. Мужчина скончался от одного удара ножом в сердце. Медики установили, смерть наступила спустя час после нападения. Преступление раскрыли по горячим следам. И было установлено, что мужчина вместе со своей супругой, ее сестрой и подругой накануне более суток распивали в квартире спиртные напитки. Затем между супругами возник конфликт, в ходе которого муж признался жене в неверности. И она в ходе ревности и злости нанесла ему удар ножом прямо в сердце. 34-летней женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Архангельская Венеция. Рыбаки на лае и женщина с огненными волосами. В городском краеведческом музее впервые открылась выставка членов Союза фотохудожников России. Подробнее об этом смотрите в рубрике «Культурный город». Я накладывал кадры, переводил затвор, еще раз дополнительно. Раз кадр, второй кадр, третий кадр. Фотохудожник Владимир Цитко рассказывает, как без компьютерной графики он добился такого эффекта. Церковь в Малых Карелах фотографировала около шести лет назад на пленочный фотоаппарат. Это одна из работ, которые украшают выставку членов Союза фотохудожников России. На экспозиции более 20 работ большинство рассказывает о нашем северном крае. Северодвинец Владимир Цитко организовал ее с двумя коллегами из Архангельска Сергеем Фахурдиновым и Игорем Фуфаевым. «Выставку сделали ради того, что архангельцы у нас ни разу не были в этом музее, не участвовали даже ни одной выставки. Выставка, не знаю, как получилось, сказать очень трудно. Люди поймут, не поймут. Но, в общем, каждый автор сделал свои лучшие работы, которые имел. И вот в таком плане мы и создали». На выставке представлены как современные работы, так и фотосъемки 20-летней давности. Экспозиция расположилась на первом этаже в городском краеведческом музее. Вход бесплатный. Гигантский корабел в окружении «Чаек» поселился на Северодвинской пятиэтажке. Его нарисовали на торце дома «Портовая 9» группа художников-активистов. Авторы проекта потратили 100 тысяч рублей исключительно на краску, деньги выиграли по программе «Молодежь Северодвинска». Автор эскиза – северодвинский художник Александр Менухов. Его работа – напоминание северодвинцам о любви к своему дому, городу и делу. Эта пятиэтажка для фасадной росписи выбрана не случайно. Дом открыт для обзора с Архангельского шоссе и улицы Портовой. А теперь подведем итоги исторической викторины Ума-Палата. Итак, этот герой приехал работать на Маймаксанский лесозавод еще в середине 30-х годов. В ноябре 41-го в Карелии он взорвал себя и пулемет гранатами, уничтожив при этом несколько фашистов. Именем героя названа Архангельская школа номер 59 и улица в столице Поморья. Речь идет о Михаиле Родионове. Ответ В. Следующий герой из Архангельска, будучи командиром взвода, отличился в августе 1943 года в бою за Васищево Харьковской области. Ценой своей жизни он дал возможность взводу выполнить боевую задачу. Теперь имя героя носит его альма-матер Архангельский техникум водных магистралей. Это Сергей Орешков. Ответ А. Следующий герой родился под Онегой. Военный моряк командовал отрядом торпедных катеров на Северном и Балтийских флотах. Его именем назван Большой десантный корабль Балтийского флота, пассажирский теплоход, улица в Архангельске и площадь в Онеге. Ответ В. Александр Шабалин. Сегодня поздравляем Светлану Пушкину и ждем за призом в понедельник, 21 августа в 18.30. Северном и Балтийском флотах. В тёплом доме при покупке продукции Симфер дарим сертификат на 5 лет гарантии. Симфер. Минимум места, максимум пользы. В тёплом доме газ под контролем. Только в надомаркете. Рюкзак для школы с 249 рублей. Скидка в 50 тысяч рублей на покупку квартиры «Реальность». Строительный холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на пикник на новостройки. Северодвинцам покажут строящиеся жилые комплексы. Гости мероприятия на месте познакомятся с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры». А также оценят качество возведения зданий по технологии «тёплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «двор без машин». Также совместно мы побываем в готовых квартирах с белой отделкой. Специалисты отдела продаж ответят на все интересующие вопросы и подробно расскажут о программе, по которой можно заменить вторичное жильё на новострой. Также все участники мероприятия получат у нас купон на предоставление дополнительной скидки в размере 50 тысяч рублей, которая будет суммироваться с акцией месяца «Сколько комнат – столько скидка». В активе холдинга «Аквилон Инвест» более 60 построенных объектов различного назначения общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов Государственного строительного надзора и точно в срок. При покупке квадратных метров в жилых комплексах «Аквилон Инвест» при электронной сделке ставка по ипотечному кредиту всего 8%. Пикник на новостройке состоится в эту субботу, 19 августа. Не упустите возможность стать счастливым новосёлом. Записаться на экскурсию можно по телефону 520000 или в офисе на Морском 15 на третьем этаже. Спонсор рубрики «Спорт» – Северодвинский торговый центр предлагает торговые площади в аренду на Лебедева 8 и офисные помещения по адресу Карла Маркса 48, телефон 52-26-47. И коротко о спорте. Северодвинские легкоатлеты, призёры 15-го 10-километрового легкоатлетического пробега «Беломорские волны» подтвердили свой статус, победив на соревнованиях в «Онеге». 12 августа группа ведущих легкоатлетов и лыжников из города Корабелов приняла участие в 33-м традиционном легкоатлетическом пробеге «Андозера-Онега». Северодвинцы подтвердили свой высокий статус, одержав победы в большинстве возрастных групп. Победителями пробега стали Евгений Орлов, Светлана Заборская, Анжелика Яшина и Ирина Веселова. Второе место в абсолютном зачёте завоевал Никита Варакин. В администрации города подвели итоги Дня физкультурника. В праздники приняли участие более 2000 северодвинцев. Спортивно-массовые мероприятия в городе Корабелов проходили с 9 по 12 августа. Самые яркие события состоялись на стадионах «Север» и «Беломорец». По традиции в программу были включены соревнования по волейболу, мини-футболу, теннису, лёгкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, метанию, веса. Все желающие могли сдать нормативы комплекса ГТО. Товарищеская игра по футболу на стадионе «Беломорец» между командами «Звёздочка» и «Виктория Питер» закончилась победой гостей со счётом 2-0. Но настроение северодвинцам это не испортило. Соперник был достойный. На сегодня все новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.